Какие ассоциации у вас вызывают слово «украинец»? Если честно, то страшно. Я боюсь их встретить на улице. Мол, слава Украине, героям слава, ты русский, москаль, на тебе. Сейчас мне их жалко, бедные люди, попали в такую кашу, на дворот. Ты знаешь, я сам 7 лет прожил на Украине, поэтому ничего, кроме положительных ассоциаций, не возникает. Я знаю, что там за люди, и в большинстве своем люди открытые и добрые. Просто им сейчас мозги промыли очень серьезно. Ну и, к сожалению, все чаще-чаще появляются ассоциации, что ребята идут просто не туда, они заблудились. Брат, или даже, не знаю, для меня Украина-Россия это неразделимо. То есть, даже не брат, но ближе, как россияне, можно сказать. Просто политически как-то разделены и вынуждены как-то жить отдельно, и быть пропагандой ненужной. То есть, брат на брат идет, это неправильно. Слово «украинец» вызывает ассоциации предательства. Ассоциации? Ну, пожалуй, такой, знаете, как мультик советский был, там такие с усами бегали, и в красных таких колпаках казаки такие. Вот, пожалуй, только эти ассоциации. Но у меня просто еще как бы родственники там есть, поэтому еще и ассоциации с родственниками, с моими. У меня папа украинец. Это моя вторая родина, можно сказать. Поэтому ассоциации только положительные. Самые хорошие. Добрый друг, брат. Ну, правда. Да. Одни корни, одна история. Язык очень похож. Сейчас негативная ассоциация. Потому что раньше я думал, что они братья, так же, как и белорусы, и русские украинцы. А сейчас они как-то себя ведут не очень хорошо, скажу так. На государственном уровне, а на уровне людей, мне кажется, это никак не отражается. По крайней мере, у нас. Но при этом это не говорит о том, что у них нет души, и они не люди. Они тоже хотят быть счастливыми и жить в хорошей, развивающейся стране. Соседняя страна, сосед. Рад. На самом деле. Так же Киев, красивый город, архитектура. Ностальгия. Одним словом. Я там закончил школу. Я русский человек. Родился в России. Но так получилось, что закончил школу на Украине. Какие стереотипы возникают при зове Украины? С чем она у вас ассоциируется? С дружбой, с народом нашим. Папа. Думаю, да. Вот так. Каравай, нарядные девушки с венками на голове, то есть хороводы какие-нибудь, хлеб, соль и счастье. Я не знаю, я люблю Украину. У меня просто много друзей, которые живут на Украине, поэтому, в принципе, несмотря на... Я правительство Украины, как бы, поэтому у нас с ними конфликтов не возникает. И я все-таки все равно, по-прежнему, верю, что должно быть все нормально. Хорошо, как бы, отношусь. У меня ассоциация с моей тетей, и поэтому... Не знаю, я туда часто езжу, потому что, поэтому... Хорошая такая ассоциация с этим. Цветущие сады. И борщи-пампушки. Борщи, да. Галушки. Фольклор, хороводы, Карпаты, гуцулы. Народ, да, который в Карпатах, по-моему, живет. Национальные какие-то наряды украинские. И борщ. Красивыми девушками, вкусными блюдами. Хорошая ассоциация у меня вызывает это слово, потому что я сама наполовину украинка. Считать ли вы украинцев братским народом? Да, естественно, всегда были и были. Славяне, конечно, очень положительно к ним относимся. Я бы с ними дружила, но я их боюсь. Ну, она и сейчас, по сути, является к нам братским народом, но, глядя на их поведение, мне кажется, что они просто об этом забыли, наверное. Ну, на данный момент немного, да, попортилось отношение, но в любом случае мы их любим, они наши братья. Поэтому пока положительные. Россия все же является и дружественной, и более дружественной. Нацией не будет никогда рядом с ними. Если они чего-то ждут от Европы, которая им якобы поможет, то, мне кажется, они ошибаются. Мы все из одних истоков. А то, что произошло в результате деления и всего прочего, это уже как бы дело рук человека. Но изначально мы корнями тому все связаны. Считаете ли вы украинцев братским народом? Конечно, я считаю. Я вообще не вижу разницы. Честно говоря, для меня загадка. Чем мы отличаемся? Мне кажется, странно, что можно разделить две страны, которые были братскими всегда, тем более совсем недавно. Да, конечно, считаю. Почему? Я вообще всех люблю. Все страны, все национальности. Да, конечно, считаю, славянский братский народ южный. А почему? Схожая культура, язык похожий, вера православная. Как вы относитесь к событиям, происходящим на Украине? Плохо. Потому что поссорили два народа. Плохо. Почему? Вы спросите, почему? Потому что в связи с этим событием меня теперь нет дома. А вы с Украины, да? Да. А откуда именно? Можете рассказать о себе? Я с Дебальцева. Боже мой, я не знаю, почему сейчас это все происходит, но мне это не нравится. Крудно говорить. У меня много знакомых погибло, много раненых. Подруга хорошая. Несколько месяцев на реанимации лежала. Много домов вообще снесенных. В мой дом просто на ряд попал. И что бы ты хотел пожелать украинцам в данной ситуации? Сложно, наверное, говорить, сидя здесь в Москве под солнышком и желать что-то людям, которые потеряют свои дома, там семьи и все остальное. Но терпение. Что еще можно сказать? Я думаю, что они могут рассчитывать на нашу помощь в любом случае. Потому что у нас там действительно и братья, и друзья находятся. Будьте более добрее. Не воспринимайте все так, как говорят в новостях. Не надо считать, что если да, там некоторые считают, сейчас очень много написано, что русский, да вы, да, там прям есть люди, которые ополчились, но им просто другое говорят. Просто будьте добрее. И, конечно же, нужно оставаться в мире. И помню, что мы все-таки братья, сестры. И это большая семья. И попробовать задуматься и посмотреть, наверное, со стороны на все это, на причину всего этого. В первую очередь, чтобы они одумались на самом деле. Ну, потому что как-то некрасиво так себя вести, некрасиво забывать про тех, про нас, кто помогал всегда. Русские люди всегда помогали Украине. Быть более разумными, и все это уладить можно скорее. И быть более едиными, не воевать между собой. И особенно не сваливать это на нас, потому что, насколько я понимаю, мы к этому отношения не имеем. Если они будут это смотреть, я пожелаю вам смотреть более объективно на вещи. И воспринимать реальность такую, какая она есть, а не то, что вам показывают по телевизору. Потому что чаще всего вам показывают немножко не то, что в реальности, а то, чего от вас хотят политики. Народу хочется пожелать проснуться. Проснуться от всех этих иллюзий, от того, что они там творят, то, что они там пишут. Сейчас новые учебники истории, это полный бред. Оставаться холоднокровными все-таки. И немножечко, немножечко, значит, прислушиваться к тем людям, которые у них есть здесь. Родственники, друзья и знакомые. Почаще ездить сюда, к нам в гости. Я хочу пожелать, главное, чтобы вы крепились, потому что любая война, любой конфликт – это временное действие, после которого жизнь обязательно наладится. Пожелаем, чтобы старее все это закончилось, чтобы ситуация как-то нормализовалась, стабилизировалась. И чтобы были они счастливы.